Этим мальчишкам не больше 10 лет, а сражаются за мяч, как взрослые спортсмены. В Химках прошел первый тур детского чемпионата по пляжному регби «Песчаная буря». На кону победа и зачетные очки. Артем Каюков занимается этим видом спорта уже третий год. Выбрал регби не случайно. Развивает скорость, силу и реакцию. Мне нравится силовой вид спорт. Тут можно показать еще характер. И еще очень увлекательно. Пляжный регби подходит юным спортсменам. В отличие от классического, здесь играют 5 на 5 и поле меньше размера. Химкинская школа по пляжному регби – единственная, где ведут занятия для детей с трех лет. Мне кажется, детей проще приобщить, когда они бегают по песку. Во-первых, смягчается падение. Но в целом формат песка более приемлем для ребенка. Ему более интересно. Мы, знаете, втягивать детей так пытаемся посредством песка. В пляжном регби есть и свои тонкости. Например, отдать пас руками можно только назад. Поэтому юным спортсменам помогают более опытные игроки, которые на этот раз стали судьями. Поскольку ребята маленькие, им нужно еще учиться. И я считаю, что на таком этапе судья должен помогать, учить детей, помимо того, что следить за правилами. Конкуренция нешуточная. На старт вышло 12 команд из Москвы, Твери и городов Подмосковья. Все четко, все замечательно. В линию защиты держать линию. Победу одержала команда фаворит из Крюкова. На втором месте – регбисты из Зеленограда «Энергия». Третье – Долгопрудненские «Соколы-2». Следующий тур детского чемпионата по пляжному регби пройдет 15 декабря в Алабышево-Солнечногорского района. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.